Всем привет! На ютубе появился новый челлендж, в котором я также решил принять участие и попробовать пройти майнкрафт одной рукой. То есть я не смогу использовать меч, кирку, топор, лопату, мотыгу и ножницы, а также лук с удочкой и все виды брони. Хайпанем немножечко. Приступаем к созданию мира. В принципе все как обычно, читы отключены, дабы все было максимально честно. Создаем карту и спавнимся на ней. Первым делом я сразу стал добывать себе пищу для дальнейшего путешествия, а затем отправился на поиски необходимой для меня шахты, которую я слишком быстро нашел. Дальше задача состояла в том, чтобы добыть себе кровать и найти криперов для добычи железа. Да, именно криперы будут моим основным инструментом на протяжении всего видео, ибо копать что-либо кроме сыпучих блоков я не могу. Благо я очень удачно заспавнился и тут было все вышеперечисленное. Спустя несколько попыток удачно добываем два кусочка железа, что позволяет нам скрафтить огниво для портала ватт. Собираем свои вещи и продолжаем наши похождения по миру. По пути я уже начинал готовиться к концу игры, то есть к битве с драконом края. Я убивал абсолютно всех овец, которых встречал на своем пути. Поскольку по условиям данного челленджа я не могу использовать никакие инструменты, уж тем более какое-либо оружие, там мечи и подобное, поэтому мне придется наносить урон с помощью особенностей игры, а именно установкой кровати в мире энда. Моей целью было найти какое-то место, где я смогу немного залутаться и хранить свои вещи на протяжении игры. То есть это должна была быть деревня. Благо этого на новой версии игры полностью достаточно и сделать это относительно несложно. Также не могу не отметить приятные бонусы, которые встречались мне на пути. Такие, например, как вот эта пирамида в пустыне, в которой я нашел приятные бонусы в виде разнообразных ресурсов. Пройдя немного дальше от предыдущей находки, я наткнулся на ту самую деревню, которую искал на протяжении целого часа игры. Именно в ней я буду обитать до конца своего марафона. Я сразу же принялся осматриваться, собирать пшеницу с ферм и лутать сундуки жителей. Я крайне надеюсь, что они были не против. После того, как я освободил весь свой инвентарь, я вновь принялся на добычу шерсти, ибо ее мне понадобится просто огромное количество. Да и да, мне не помешает для игры. Да, кстати, забыл показать вам вот это заброшенное... Что-то? Напишите в комментариях, пожалуйста, что это такое, если вы знаете, ибо на новых версиях я практически не играл. Тут я нашел необходимое для ведер железо и алмаз. Правда, я его так и не использовал, но алмаз. Уже из этого найденного железа я скрафтил свои ведра и принялся перетаскивать лаву на территории своей деревни из ближайшего источника. Поскольку я не могу использовать инструменты, а портал мне все-таки нужен для палочек и фрита, делать я его буду с помощью ведра воды и ведра лавы. И так постепенно, блок за блоком, я стал выстраивать те самые врата в ад. После того, как портал готов, я активно принялся выбивать джемчуг эндера. Рукой это делать было достаточно проблематично, но уже спустя минут пять я, так сказать, набил руку и делал это с привычной легкостью. Добавь минимальное количество глаз, я принялся в путешествие в ад, где сразу же начал искать адскую крепость, дабы начать драться за те самые нужные мне стержни фрита. И все складывалось как нельзя кстати. Буквально три минуты и вуаля, я нашел ту самую адскую крепость. Я не думал, что найду ее так быстро. Кстати, пока я на нее поднимаюсь, вы можете прямо сейчас лайк на видео поставить. Да-да, прямо сейчас, мне будет крайне приятно. Поставили? Едем дальше. Поднявшись, я сразу же обнаружил нужные для меня спавнеры фритов и начал строить себе самую настоящую будку, в которой, как окажется позже, я умру далеко не раз и даже не десять раз. Я слишком часто погибал там, ибо моя постройка была несовершенна. Да, поэтому можете не писать мне это в комментариях, я и сам это признаю и знаю. Но через какой-то час, или может быть даже полтора, у меня были несколько палочек и фрита, которые я с максимальной скоростью, вы знаете, максимально быстро, начал доставлять в обычный мир, потому что эти гасты просто не давали мне покоя. Раздобыв нужные мне предметы для поиска крепости, я, в принципе, этим и занялся. Вооружился я своим конем, бабушкиным хлебом и жемчугами Эндера и отправился в очередной поход по карте. Скакал, скакал, потерял коня из-за бога Майнкрафта, потом бежал, бежал и остановился. Вот тут я подумал, что все, это конец и он уже близок, но все, как обычно, обернулось боком, ибо все скалывалось очень хорошо, потому что крепость оказалась буквально в 700 блоках от моей деревни. Поскольку я максимально честен со своей аудиторией, то есть с вами я говорю как есть. Я тупо запутался в поиске крепости, ибо я тупо не понимал, куда мне копать. А делать это рукой, ну, скажем, не так уж и просто. Именно поэтому я создал копию мира, именно копию, не в этом же мире, это важно. И, собственно, зашел туда и просто разворотился динамитом, дабы просто узнать координаты этой крепости. Да, я поступил немного нечестно и нарушил, так сказать, условия эксперимента, однако выбора у меня попросту не было, и копать 50 минут рукой несколько блоков камня мне не особо-то и хотелось. Да, я дрянь, признаю, извините. После этого я вернулся в свой обычный мир, где выживал ранее, и уже зная координаты крепости, я принялся ломать блоки своей квадратной маленькой ручкой. Здесь я хочу подчеркнуть и во второй раз за это видео извиниться, ибо тут у меня просто обрывается запись. У меня закончилась память на диске. Вот вам пруф, так сказать. Я сделал этот скриншот, как только, собственно, заметил всю вот эту вот ситуацию. Тут хорошо видно, сколько гигабайт материала именно для этого ролика было на тот момент. Почистив диск, я, естественно, продолжил свои приключения, поскольку вы этого не видели, я скажу вам так. Я нашел тот самый портал в Ender Cry, и из-за бага генерации пришлось потратить немного больше времени, чем планировалось, ибо мне пришлось там драться с мобами, ну, вы понимаете. Около 20 минут после всех схваток я еще дрался с чешуйницами и маленькими зомби, и уже после всех битв я заметил, что на портале было установлено всего два глаза. Это меня очень сильно расстроило, ибо выбивать их крайне сложно и неудобно. Естественно, мне пришлось вернуться в деревню, чтобы насобирать еще жемчуга, потом мне нужно было сходить в ад, чтобы насобирать еще палочки и фрита, и в итоге я был практически готов. Осталось нарубить досок, совместить это все в один инвентарь и выдвигаться уже, собственно, в крепость, где я поставил кровать, поставил сундук, скинул все свои ресурсы, и в первый раз за это выживание телепортировался в Ender Cry. Дальше на моем пути стояли те самые Ender Cry, которые мне нужно было разрушить каким-то магическим образом. Поскольку я не могу использовать лук и лопату, я не могу выбить снежки. Да, сейчас 100% многие начали либо думать, либо писать, мол, пиксель, так и так, это возможно сделать с помощью ведра с водой? Нет, невозможно. Я это проверил, и вы это сейчас видите на экране. Я в этот момент очень сильно расстроился, потому что я понимал, что мне нужно вручную простраиваться к каждому кристаллу и ломать его своей собственной рукой. Чем я, собственно, и занялся? Я разрушил абсолютно все кристаллы, и, собственно, пространство для разрушения и убийства дракона было полностью готово. Я сделал себе импровизированную будочку в Ender Мире для того, чтобы попытаться как-то уберечь себя от взрыва той самой кровати. Тактика была максимально простой. Мне нужно было застроиться в этой будке, поставить кровать, и когда дракон подлетал вот к этой его точке, где он всегда останавливается, мне нужно было банально нажать правой кнопкой мыши на ту самую кровать. И, собственно, что провоцировало большой взрыв, который наносил урон как мне, так и постройкам, так и, соответственно, дракону. Конечно, у меня это не всегда получалось выживать, и, наверное, в 98% случаев я просто сдыхал. Благо, у меня стоял спавенпоинт возле портала, поскольку я там, так сказать, переночевал, переспал. Я брал с собой еще две кровати и, собственно, туда прибегал. Также за кадром мне еще нужно было сбегать за дополнительной шерстью, потому что у меня банально закончились кровати, и я не по осторожности взял с собой сразу пять штук, и они просто сгорели. И вот, в принципе, я ставлю последнюю кровать, нажимая на нее, дракон взрывается, я быстренько пытаюсь добежать до эндера, потому что меня просто банально убивает, и прямо сейчас наблюдаю за тем, как игра заканчивается. Вот такой вот ролик получился, и он достаточно нестандартный для моего канала, ибо мне действительно стало интересно попробовать себя в этом челлендже, и это что-то новое для меня лично. Я крайне надеюсь, что вам это видео понравилось, потому что для меня это действительно очень интересный и необычный эксперимент, который я бы, наверное, даже с радостью повторил, потому что подобного я раньше не делал, и Майнкрафт как-то вот именно вот так вот быстро и глобально, буквально часов за пять-шесть я никогда не проходил. Если вам понравилось видео, ребят, вы, конечно же, можете подписаться на канал, нажать лайк, и если подписаны, то нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, которые выходят каждый день в 11.30 по московскому времени. На этом все, всем удачи, ребят, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok